Так, Вань, знаешь, что такое крапивка? Крапивка, дай мне руку. Крапивка это вот так. Здравствуйте, ребятушки, меня зовут Штефан Андрей, я ловились медоварни традиций предков и торговой марки Мьёльдер, Мёда, Чёть и других. Пять лет я владел рестораном Скёль, где готовил разные всякие интересные рецепты, не только скандинавской, но и русской кухни. Ну, как вы понимаете, тяга кулинарии у меня сохранилась. И в этих видосах я решил вам рассказывать про самые разные интересные рецепты, которые мы готовили у себя в ресторане. Мы, правда, подходили интересно к воссозданию всяких разных скандинавских рецептов и делали интересные блюда русской кухни. Мы сегодня с вами будем готовить не просто суп, а расскажем вам вообще фундаментальный рецепт, такой вот фундаментальный рецепт приготовления исконно русского супа из крапивы. Давайте приступим. Нам для нашего супа сегодня понадобится следующее. Три картошки, ни крупных, ни малых, средних. Одна морковка, мытая с огорода. Две куриные грудки из магазина. Пучок зелени, щавель листами, мытый. Спасибо тестью и огороду тестья, и тёще за то, что у них есть зеленуха. И, конечно же, крапива. Кстати, Вань, ты в детстве палкой с крапивой сражался? Ты не представлял, что ты рыцарь? Что палка это меч, ты держишь щит и идешь сражаться со страшным драконом? Ну, то бишь, с крапивой. В каком мире вы жили? Ничего страшного, научим. Кастрюля вода доводим до кипения 4,5 литра. Подготавливаем наши ингредиенты. Тут все достаточно просто. Нарезаем филюшку кубиками. Кура, конечно, у нас не домашняя. Кура у нас такая, покупная. Если брать домашнюю куру, будет, конечно, душевно лучше от экологической чистоты продукта. Но по факту домашние петушки так себе история. Мы нарезали курочку. Давайте, пока у нас закипает вода, почистим с вами картошку. Снаружи она черная, внутри белая. Почистили нашу картошку. Чистим нашу морковку. Режем, режем нашу вот эту зеленушечку. Пока у нас водичка не закипела, давайте подготовим ее. Нарезали нашу зеленушку. Давайте ее уберем, чтобы она нам не мешала. Нарежем нашу картошку кубиками. Ну, или какими-нибудь другими фигурами, которые помельче. Или покрупнее. Как хотите. Есть, кстати, знаете, иногда мы готовили супы, короче, всякие такие. И мы прям иногда картошку даже терли, чтобы получить суп-пюре. Она дает интересную такую вот пюреобразную фракцию. То есть, если, например, вы захотите получить щавелевый суп-пюре, можно ее даже потереть на терочке. Иногда в супы кладут прям крупную картошку, чтобы она вот как-то так вот там интересно смотрелась. Вот в какую-нибудь шурпу или еще что-то такое. Она, конечно, тогда варится чуть подольше. И если лежит и крупная картошка, и мелкая картошка, то мелкая вообще в труху разваривается, а крупная остается. Но мы хотим просто получить нормальную базовую обычную картошку. Сегодня у нас просто рецепт без изысков. Натрем морковку. Наша водичка закипела. Закидываем наше мясцо. Смотрите, сразу же добавим картошку. Кто-то может сказать, картошку давайте добавим попозже. Но в данном случае филюшку мы нарезали мелко, и она уже, видите, сразу же прям вот приобрела какой-то такой вот более-менее снаружи готовый вариант. Картошка достаточно долго варится. Поэтому, если мы сейчас поварим филюшку, а потом только добавим картошку, то у нас может оказаться, что картошка будет сырая, а филюшка разваленная. Когда наши ингредиенты кипят в нашей водичке, ребятушки, крышку мы, конечно же, плотно не закрываем. Иначе она начнет бурлить и выкипать, и вся вода вылится, короче, на плиту. Оно немножечко покипело, и из мяса, из филе куриного выделяется вот такая вот штука, пенка. Ее надо снять. Она не очень хорошая. Скажу вам честно, зачем ее снимать, я не знаю. Ну, наверное, она дает какой-то негативный вкус. Ну, так всегда делала бабушка, потом мы всегда так делали в ресторане, так делали все повара. Я буду им всем верить. Кипело ровно 10 минут. Мы сняли пенку, и теперь туда добавляем морковку. Потому что морковке тоже нужно какое-то время повариться. Если вы ее не тушили, и не делали пассеровку с луком. Но так как наш видос максимально сложный, мы, конечно же, не делали пассеровку, и рискнем, добавим морковку так. Прошло еще 10 минут. Вот. Давайте, значит, посмотрим. Все сварилось, но надо посолить. Перед тем, как добавлять туда зеленуху, очень важно, во-первых, обдать кипяточком нашу крапиву. Зачем это делать? Затем, чтобы она не кусалась. Чтобы вы, когда не ели суп с крапивой, у вас вот это все красное, вот когда вот в детстве били там крапивой по руке, вот она вся красная в волдырях. Чтобы у вас с горлом такого не было, крапиву надо обдать кипятком. Но! Какую крапивую, вы спросите? А я вам скажу. Обязательно молодую. Старый конь борозды не испортит. Старая крапива суп испортит. Поэтому она должна быть молоденькая. Все. Мы ее, значит, обдали кипяточком. Вот эти все ворсинки сверху, которые на крапиве обварились. И мы ее оставляем. Теперь щавель, лук и петрушка нашинкованные. Это наша зелень. Мы ее за 5 минут до того, как кушать супчик, добавляем суп. Ребята, мы добавили зелень. И наконец-то появился тот самый долгожданный, знаменитый аромат и запах щавелева супа. Мы нарежем нашу крапиву. Больше ты не будешь меня обжигать. И, конечно же, яичками украшаем супчик. Ему вариться осталось буквально пару минут. Давайте попробуем, что у нас получилось. Все. Готово. Ну что, давайте попробуем, что же я сегодня приготовил. Это восторг. Офигеть. Щавель, крапива. Все, как я люблю. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Вкусируйте. Ты ездил в Питер? Да. Красивый город. Красивый город, да? Очень рада. Холодно? Да. Окей. Да, просто, да. Сейчас, просто. Ну. Ха-ха-ха. Ха-ха. Продолжение следует...